так друзья мои мы куда пришли сейчас рассказывай александр и представь нашего собеседника дмитрий наш сотрудник который занимается выдувом петтары на правильно называться цех по выдуву пластиковой бутылки ту которую мы производим а для йогуртов для молока и дмитрий на расскажет сам про процесс как это все выглядит как это появилось я сейчас расскажу что мы возили представляете с питера бутылку она нам то есть уже готовую бутылку возили возили воздух как вы платили за перевозки этим перевозчикам нравилось очень такой груз она мне нравилось платить за внуку дорого и каждом месяце цена что повышаться и мы приняли решение что давайте-ка посчитаем как и что в итоге возможность появилась мы кредитнулись взяли вот это все оборудование чье это оборудование китай китайское оборудование но познакомились с ребятами сначала у кого в дзержинске такое предприятие там разношерстные они выдувают мы приехали сказать ребятам игры честно хотим мы приехали вас не покупать бутылку мы хотим все-таки мы проехали налоги удастся ли она же промышленного мыска ребят давайте заработайте на нас денег но поставьте нам оборудование какое-то руках и обучите нашего специалиста один с образованием инженерным и поэтому я считаю что он прекрасно сочеталась его сочетается его должность здесь и вот он в принципе это такое сколько мы уже работа больше года два уже будет сюда то есть я считаю что мы вот в этом вот этот как горят отдел пост так называемый не создает никаких проблем слава богу вот дмитрий расскажи когда как три процесс идет давайте вот получаете вот такую заготовку правильно я понимаю оборудование этот чиллер по простому холодильник охлаждает а зачем он нужно охлаждение воды форме то есть проходит вода сейчас 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 вернемся так и до скольки градусов охлаждает 5 и 3 до нет у нее как бы порог 6 и 7 с половиной ну да понятно порог стоит от 6 до 7 с половиной смотрите ребят какие здесь козырные часы так так это то есть форму получаем вот таком виде вот завода жесткая после того как она нагреется мягкая да то есть она проходит через вот какие-то там нагревательные элементы сколько киловатт кстати жрет на электричестве немного но мы считали в месяц здесь вот этот сектор потребляет порядка 40 50 тысяч рублей рублей вместе вот на вонах ну не так и надо не это не надо себестоимость она нормально выгодно и производить на самом деле то есть вот на эти елочки мы ставим заготовку и они проходя вращаются по печи там да они еще вращаются и соответственно нагреваются ничего себе разогреваешь сама реформа то есть разная но идет больше скоплений плотно плотность просто массы разная да так где там наши бутылочки а вон они так значит бутылочка выехала разогрелась рисунок вот эту пресс-форму логотип разрабатывали специально да 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 то есть мы 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 передали на завод она вот эту пресс-форму и нам надо уже китайцам нет это в россии делать эти эти формы давние дежинские там ребята пресс-форму они вот любую эти бутылку любого размера как тебе надо вот мы говорим что нам нужно вот такая покажи пожалуйста вот наверное не очень хорошо будет видно но на продукции посмотрим сюда вот да а вот она мягкая достала все ты ее испортил ее можно выдуть все уже да выдать можно но будет это все брак брак ага так то я покажи брака много ли у тебя брака за неделю за неделю и плюс 1 вот тут у нас мешало у нас старые да так значит ставим ставим до процесс мы засняли то есть там вот вода из киева поступает при форму то есть она попробуйте она холодная да после того как мы ее выдули надо остудить да то есть она вот отсюда вот компрессор он подавит воздух то есть здесь выходит в стойке растягивает воздухом раздувает и плюс она водой охлаждается резко что она на выходе она получается холодный вот так вот станок этот пресс это тоже китайский да это вся линия эта линия сразу вот они два аппарата которые аналоги европа но это уже в разы дороже и смысла нету сейчас это же вот это ручно есть еще же линии знаете они модульные вагончик 10 атмосфер да и до знаем сколько штук он здесь по переработал это здесь показывается цикл то есть цикл это вот одно сжатие разжатие цикл 2 бутылки на 2 умножая это значит 1200 бутылок и бутылки то каждый день дуем нет бывает дима там выйдет пораньше на на работает там на неделю на 2 на 3 вперед чтобы ему там свои кита дела бывают по производству домашним то есть такое регулирует саму но поэтому здесь в этом плане обо всем договариваются бутылки есть возможность мыши куда литровые вот это 033 подъем вот я литровая и также мы можем выдувать шла в комплекте одна пресс-форма под пяти литровую но мы ни разу не выдували но как бы нам не нужно но вот если кому-то надо да то есть ну а чё в воду из юга разливать в пяти литровки река река юг ребята здесь вот я только что йогурт пяти литровках я покупаю 1 почему мы пришли сюда и к это пластиковая я говорю я йогурт покупаю у фермеров пяти литровки пяти литров сразу на неделю стоеваешь не все и и пью его до вот запроса такого будет я хочу сказать что почему пластик да пластик это пластик мы боремся там с ним да но во первых этот пластик прозрачный он имеет возможность вторичной переработки система государственная идет к этому переработкам и как-то там общему утилизации пластика но когда я я искал варианты давайте конечно я на стекло ориентировался когда изначально но все-таки продукт натуральный фермер в стекле но это настолько дорогой сегмент выходил бы это дорого и тяжело дорого тяжело и бой при транспортировке при работах и самая проблема в том что цена на полке будет такая что ты никогда не продашь свои йогурт в том количестве в котором ты должен продать поэтому мы хоть и фермеры и вроде бы наш продукт уникален что натурален во всем не вроде но но я хочу сказать что но ценовая категория к их вроде бы так чем подвожу то нас магазины хотят уронить по цене что мы стояли на полке вместе в диапазоне с остальными производителями как бы обидно но как бы вот еще и процентов от 30 до 40 они тебя сейчас я забираю с каждой бутылочки поэтому это экономия то есть это удешевление продукта благодаря такой таре я думаю необходимо я думаю тебе не стоит извиняться за пластик все нормальные люди понимают почему это так и удобно я считаю бутылочки удобнее пакет пакет он опять же ты не можешь дорого пакете положить на полку но не будет ну то есть а дорого что все дорого себестоимость дорогая да ни крути наше мы маленькие производители поэтому пластик он выручает безусловно но я считаю все остальное что связано с вот среди я статистику когда начал смотреть сколько в мире производится бутылу и единицы пластика в одну минуту во всем мире производят 5 миллионов единиц пластика единицы в разном виде в одну минуту так что мы за месяц только двадцать тысяч бутылочек производим поэтому я думаю что маленький вклад малюска и малюска дождемся когда крупные бренды с газировкой перейдут на пластика на коробку да на коробку да понятно скажи пожалуйста какое количество йогурт это производите а мы об этом расскажем в цехе но дима сколько выдуваешь ты маленький бутылочек есть на свой день и 2 тысячи бутылок где-то это с выходными со всеми делами гаса среди запас всегда как бы то есть вот это с молоком электро литр это молоко и маленькие это все остальные виды а виды это йогурт и несколько видов это кефир топленое молоко мы тоже в 0 33 разливаем пробки разные у всех раньше были разные потом потом на когда эти пробки начались они кто то придут то не придут то их нет но надо в итоге мы пришли к черной у нас такая лаконично все черно как-то так понятно и Продолжение следует...